— Это подкаст «Комики против кино». Его ведущий Дмитрий Колобелкин, мой друг, фильмоман, иммигрант, как мы видим, судя по телевизору. Подписывайтесь на Димин канал «Дмитрий Колобелкин против кино». — И ведущая подкаста, режиссёрка, сценаристка, комитесса Елизавета Варвара Аранова. Подписывайтесь на её телеграм-канал «Лиза Варвара Аранова». — Да, и сегодня в гостях наш друг, потрясающий комик. Человек, который сейчас в туре, поэтому в описании, пожалуйста, ссылки на билеты. Обязательно приходите, там потрясающий концерт. Вова Бухаров. — У меня телеграм-канал Вова Бухаров. — Подписывайтесь. — Блин, клёво, я у вас первый раз, немного волнительно. Я, честно говоря, смотрел много выпусков, и я понимал, что я ненавижу, прикиньте, ни один фильм так сильно, как надо, на самом деле. Я не смог выбрать именно что-то, что я искренне не люблю, и что все знают, и что это не... Ну и то, что не очевидно говно. — Блин, видишь как? Мне, конечно, вообще за все подкасты, вот только Кося Пушкин искренне ненавидел фильм. — А какой он фильм ненавидел? — Он Дюну ненавидел. Ну прям вот искренне, где он пришел, и даже он такой, ну что ты тут обсуждать, это же хуйня. Ну и Костя Широков меня, и все, и больше... — Блин, Вова, я у тебя вот про фильм хотел спросить, который ты выбрал, то есть я когда его увидел, я подумал, что у тебя явно история из детства, да, связана с этим фильмом какая-то? — Нет, я выбрал фильм «Джуниор» сегодня. — Да, это со Шварценеггером Дэнни Давидта, где беременный Шварценеггер. — Беременный Шварценеггер исключительно, чтобы еще побесить людей, которых я побесил на Чувс, на последнем. Мне очень много сказали комментариев, там очень... Ну я читал, естественно, все, там было много комментариев про то, что если так хочешь ребенка, роди. Очень много вот этого, и я подумал, этот фильм иллюстрирует вообще, что бы произошло, если бы мужчина имел такую возможность вообще родить, и как бы повела себя женщина, и не знаю, короче, это старый фильм 96-го года, от потрясающей Дэнни Давидта, Шварценеггер, в этом... У него три образа, по-моему, глобально. У него есть образ, значит, силача, который просто убивает. У него... Не, на самом деле два. И вот это второй, где он играет... Ну, очень... Где он играет профессора, человека, который вообще никак не связан с бодибилдингом, например, идеальное телосложение, нахуй. Вот. И... Я не знаю, отличный сюжет, прекрасный сценарий, мне кажется, по вообще всем канонам написанный, в плане... Есть даже антагонист в этой комедии, который мешает им осуществить этот план. Не знаю, я, в общем, воднохваливаю, да, больше этот фильм. Вов, в качестве... Ну, как бы, фильм, который ты принес, наверное, можно отнести к жанру семейного кино. А как ты в целом к этому жанру относишься и какой у тебя любимый жанр? Если вот коротко. Жанр семейного кино прекрасный. Я его с возрастом чуть больше начинаю любить и уважать. Мне кажется, сложно делать семейное кино. Намного проще сделать вот это, вот что-то настоящее. А мой любимый жанр, наверное, драмеди. Вот так вот. Сложно иногда по жанрам разделять, но я думал, что если бы я выбирал, то я вообще люблю боди-муви-фильмы типа «Славные парни», которые с Райаном Гослингом или «Смертельное оружие», то есть кино про напарников, где все на диалогах строится, какие-то подколы и все достаточно характерные персонажи. То есть, например, Шейн Блэк, который «Смертельное оружие» написал, он был самым высокооплачиваемым сценаристом Голливуда в 90-е. А 25 марта в онлайн-кинотеатре «Иви» вышел новый сезон сериала «И снова здравствуйте». И это пример хорошего русского боди-муви-сериала. Это типа черная комедия про бандита, который хочет завязать с криминалом, его в этот же день убивают, но он неожиданно воскресает в морге и решает отомстить. Ой, я тоже посмотрела первый сезон. В сериале, кстати, потрясающий актерский состав, потому что бандита играет Андрей Мирзвикин, который, между прочим, неожиданно вообще раскрылся с комедийной стороны, а студента-медика, который становится его другом, впосредствии играет мой друг и актер, который мне очень сильно нравится, искренне. Денис Фласенко, он снимался в сериале «Мне плевать, кто вы». В новом сезоне появляется еще дочь Бориса в исполнении Полины Гухман. Она очень талантливая молодая актриса. Еще после фильма «Маша» было понятно, что у нее большое будущее в русском кино. Кстати, Машу тоже можно посмотреть на Иве. Она вышла в один год с быком, тоже про 90-е, но гораздо круче. Слушай, я вообще думаю, что «И снова здравствуйте» стал народным хитом по двум причинам. Потому что, во-первых, в России очень любят тематику 90-х, а здесь ее с любовью переосмысляют на современный лад. Плюс Андрей Мерзликин в роли бандита даже во мне какие-то ностальгические нотки задевает. А во-вторых, потому что это редкий случай для нашей страны, когда произведение в жанре экшн-комедия и в нем очень хорошо поставлены боевые сцены. Это отличный вариант для беззаботного просмотра вечером, потому что еще серии по 30 минут идут, а это вообще идеально для развлекательного формата, мне кажется. Мы уже успели посмотреть несколько серий нового сезона, теперь в сериале еще больше экшена, появится любовный треугольник и невероятно смешная сцена с Денисом Власенко, а также больше глубины, потому что теперь к Борису возвращается чувство, он вспомнит, каково это быть живым человеком, чувствовать вкусы и боль, и каково это бороться за то, что тебе дорого. И за всеми шутками про братков кроется добрая мораль, надо ценить каждый день и каждый момент жизни. Да, я думаю вообще, и самое главное, что вам больше не придется ждать неделями, потому что все серии нового сезона «И снова здравствуйте» уже выложены на Иви, а по подписке «Изи Иви» их можно посмотреть всего за 99 рублей в месяц. Переходите по ссылке в описании и посмотрите все сезоны сериала «И снова здравствуйте» в онлайн кинотеатре Иви. Старперы, это для вас! Ура!!! И Later, Субтитры подогнал «Симон» Вот, например, в этом фильме очень прикольно, мне понравился очень сильно момент, как, в общем, там есть прекрасная научная работница, женщина-профессор, которую играет Эмма Томпсон. Она молода, красива, и она все время неловка. Она такая вся неловкая, она такая женщина науки, у нее все время расстегнутая рубашечка немножечко, но, значит, карандаш вставлен в волосах, и она все время поворачивается и что-нибудь сшибает. Знаешь, такая вот чисто неловкая женщина, и она занимается, естественно, замораживанием яйцеклеток. И она, так как настоящий ученый, профессор, она заморозила ради эксперимента сначала свою собственную яйцеклетку. И именно эту яйцеклетку Дэнни Девитта выкрал, чтобы подсадить Шварценеггеру и чтобы вырастить ребенка. То есть, по сути, Шварценеггер вынашивал ее яйцеклетку. Она об этом не знала. И там есть прекрасный момент, когда он говорит ей, что, значит, мне надо признаться, так получилось. В общем, Джуниор, это конкретно твоя яйцеклетка. Она такая, это моя, которую я первую заморозила. Это лишь моя, это мой ребенок. И очень прикольный момент. Знаете, что делает девушка, когда узнает, что, значит, Шварценеггер вынашивает ее ребенка, и при этом вот ничего не говорил и решил сказать вот только, когда уже видно живот? Она обижается и бросает его. Она обижается и говорит, как ты имеешь право так поступать с моей яйцеклеткой? Это же, это же, это уже наш ребенок, она говорит. И еще, что самое клевое, именно в этом фильме Шварценеггер поворачивается в камеру и четко говорит фразу «my body, my choice». Именно в этом фильме первый раз прозвучала фраза, что мое тело, мой выбор, потому что это Шварценеггер говорит, когда ему говорят делать аборт, а он такой «нет, я оставлю этого ребенка», потому что все, он теперь его искренне любит. Мне кажется, они же, это же по сути перевертыш, они же просто, типа, ну, сделали, то есть там даже, ну, мне кажется, да, то есть они же, ну, по сути, в какой-то момент там из-за гормонов начинают себя вести как женщина, и там еще прикольная же сцена, когда она к нему приезжает в этот санаторий для беременных, и они там разговаривают, где он прям женщина, а она как бы вот этот мужчина, который типа все-таки понял, что типа ребенок, я хочу воспитывать что-то, ну, короче. Да, что она такая «я возьму ответственность, и нам нужно понять, где мы будем его учить». Там, ну, короче, классный перевертыш, показывающий, что на самом деле эти роли диктуются биологически. Ну, правда, кому-то нужно больше заботы, ну, она теперь идет добывать, она теперь добытчик, условно, она теперь охранник. — Не, ну, давайте, вот вы не согласны, что, мне кажется, с комедийной точки зрения было бы смешно, если бы Дэнни Дэвитта забеременел в фильме. То есть я бы видел, ну, то есть я бы хотел посмотреть, как беременный Дэнни Дэвитта и накачанный Арнольд Шварценеггер берет его вот так, и как шар для боулинга кидает, только огромный. — Нет такого беременного Дэнни Дэвитта и обычного Дэнни Дэвитта, типа, легко перепутать. — Как сделать живот беременному Дэнни Дэвитта? То есть он реально и выглядит, что он ходит, как беременный. — Ну, нужно сделать липосакцию ему, и, соответственно, потом накладной живот поверх. Только это единственный выход. — Можно. Мне нравится, что еще в этом фильме есть вот как раз Дэнни Дэвитта. Он там вообще, ну, немного, ну, такой, я даже не знаю, ну, короче, трагичный немножко персонаж. Мужик, который, у него своя клиника по наблюдению за беременными. То есть он помогает рожать. Клиника, где он принимает, я не знаю, у него акушеры свои, он там главный босс, главный врач. И от него в самом начале фильма к нему приходит жена, бывшая, с которой они развелись, типа, месяца два назад, и говорит, я беременна. И он такой радостный, это тогда, там что-то на дне рождения тогда-то. Энн такая, нет-нет-нет-нет-нет, ребенок не от тебя. Она такая, в смысле? — Да, блин, тут вообще, на самом деле, это вот этот был момент, я за этот диалог тоже зацепился из-за того, что меня весь фильм смущало, что это типа семейное кино как будто бы, по всем жанрам семейного кино, законам жанра семейного кино снято. И тут разговор, где Дэнни Дэвитта говорит, я думал, что кто-то из моих прорвался. Он вот так ей говорит в переводе. И я такой, это же мы про сперму разговариваем сейчас, про сперму Дэнни Дэвитта. — Да. — В детском фильме. То есть меня вот это вот больше всего смущало. — Ну он не детский, давай так, весь фильм про сперму, по факту. Про сперму и яйцеклетки. И там... — Да, там же есть момент, где у Шварценеггера гормоны, и он приходит, он говорит, у меня постоянная эрекция, я вылизывал сочную дыню, и у меня встал. — Я вырезал центр дыни, да. — Да, и он на немецком говорит, что это я, и у меня был Шнаффенхауфен. И Дэнни Дэвитта такой, я понял, аккуратно. — Нет, там очень много сочинений по тексту. — Я бы не назвал его детским. Может семейное, но если у тебя ребенок старше 14-ти как-то. — Я уже не говорю, что они заняли сексом. Женщина с беременным мужиком. — Точно! Причем она его трахала. — Да, она его трахала. — Это она приехала в этот санаторий и говорит, ты знаешь, может быть я, конечно, старомодная, но я не понимаю, как у нас может быть ребенок, хотя даже не было секса. И он такой, а, ну ладно, пойдем. И она пошла его трахать. — Да мне просто, я пока смотрела, мне так приятно было, что это вот, знаете, фильм, короче, это же фильм снят еще до толерантности всей. — Да. — И там же все жестко нетолерантно вообще. И так это, это просто уже момент, когда цвет это, когда они идут, и они пытаются наврать, какая болезнь у Шварценеггера, вот почему ему типа плоховато. И они идут, и они все никак не могут выдумать нормальную историю. И вдруг крупным планом показывают двух взрослых женщин в теле, и они вот так прям показывают, и потом такой лишний вес. И вот так, вот такой прикол. — Я, по-моему, даже сказал толстый. Что-то такое толстый, а там прям цвет. — Не, ну они не сильно заморачиваются. — Я у вас хотел спросить, а вы тоже расстроились, что Шварценеггеру Кесарева сделали в конце? — Блин, а я... — Потому что я весь фильм думал, ты как рожать собрался, дурачок? Как вы покажете роды, что это мужчины, и они делают Кесарева в конце? Я такой, блин, разгадка была близкая. Я просто надеялся на что-то ужасное. — Ты реально думал, ты думал, там... — Что ему разорвет член? — Да, сцена после Тию, который, например, ты смотрел там. — Не, вообще, мне вообще... Вот этот вот момент, когда ему сделали Кесарева только что, а потом подносит этого ребенка, и он такой... Я прям представляю, у тебя распорот нахуй живот сейчас в этот момент. Скорее всего. Он такой, это мой малыш. — Допущение, я просто вот... Там много допущений ради сюжета, но из-за этого, ну, как бы, все равно есть магия кино, которая работает, и ты, как бы, во все это веришь, и эти допущения не бесят, вот. То есть ты такой, ну, ладно, ну, предположим, реально есть какая-то штука, которую можно колоть, и мужчина не будет, у него не будет выкидышей никогда. — Я читал еще историю создания фильма, и там написано, что Шварценеггер, чтобы вжиться в роль, очень много тусовался в клиниках для беременных и во всяких таких местах. И я подумал, это вообще охуенное оправдание, где они такие, Арнольд, а что ты опять сидишь тут в клинике для беременных? Он такой, я готовлюсь к фильму, я планирую играть беременную мужчину. — Каково беременным? Это же просто жуть, какой-то огромный качок. — Просто сидит рядом в таком же холосте. — Вы сказали про сцену, короче, секса, который есть в фильме, но в фильме есть более ужасная сцена, когда уже эта девчонка узнает, что Шварценеггер беременный, и она целует его в живот, вот в этот огромный беременный живот, она целует. И каким-то образом, я не знаю, как это работает, это выглядит более грязно, чем если бы прямо она отсосала ему грязно в кадре. Она целует живот беременного, и я такой, ой, нахуй вы показываете, господи, это как будто родителей за сексом застал, это так вообще дискомфортно. — Для семейного кино, что вообще респект. — Блин, там, кстати, есть забавная одна шутка, я подумал, что, когда она прозвучала, я подумал, блин, наверное, Вове понравилось. Там реально забавно, что они там едут, и Данин Давидов так смешно возмущается, он говорит, пиздец, вот так вот все время мужику говорят, вот попробуй, роди, попробуй, роди, походи беременным. Как только вот он беременный, все, блядь, опять недовольны. — Ну вот так это все что возмущается. — Там есть одна фраза, которую она говорит, и я такой, у-у-у. Там есть фраза, когда она злится, то есть, ну вот, Эмма Томпсон злится на Шварценеггера за то, что он рожает ее яйцеклетку. И она говорит, вы мужчины Вы мужчины собираетесь Отобрать еще и Возможность рожать И видно, что У нее от этого Я искренне понимаю Что в этот момент она такая Ну, мне Мне нужно держаться за это общество Мне нужно быть полезной Блин, еще у нас обычно Кстати, зрители нашего подкаста Обижаются на нас за какие-то выдуманные штуки И сегодня, мне кажется, первый случай Когда я прям сразу понимаю, на что зрители обидятся Там просто еще смешной конфликт Что там же есть антагонист Вот этот владелец типа клиники Который все время хочет все остановить И мне нравится, что он в какой-то момент Да, университета, да Что он в какой-то момент узнает, что Шварценеггер беременны И говорит ему Ты и твой ребенок принадлежат мне Да, это собственность университета Да, это, блин, такой утрированный Типа нелепый момент Что, ну, тут даже не может быть Исхода, что он прав Он слишком Он не только на ребенка типа посигнул Да, или там он не потребовал денег Он такой Теперь и ты, и ребенок внутри тебя Мне принадлежат Это типа слишком злодейский злодей Не, вот этот злодейский злодей Это все злодеи, мне кажется, из 90-х Из комедии 90-х У них абсолютно отсутствует Какая-либо мотивация Кроме тотального зла И вот чувство, чувство зависти Вот это вот Короче, их просто наделяют Всеми негативными эмоциями Он такой Я здесь, и здесь я подслушаю А здесь я в туалете прокрадусь Что-то в доме Подсмотрю То есть он прям гандон Он вызвал Но кучу новостей Когда он узнал, что Шварценеггер едет рожать К Дэнни Дэвитто в клинику Он к этой клинике вызвал кучу Репортеров, медиа, журналистов Они облепили весь дом И Дэнни Дэвитто привез свою жену Ну это такой ход Вау А, ну да Там же, кстати, это как будто Важная линия фильма Тем, что постоянно идет сравнение Шварценеггера беременного И жены Дэнни Дэвитто Вот, да Вот это, кстати, я начал и бросил По поводу того Что вот эта линия Грустная Что значит Дэнни Дэвитто расстался с женой Через несколько месяцев Она приходит к нему Говорит, я беременна Он говорит, от меня Она говорит, нет, не от тебя Он говорит, кого? Он сейчас, он где отец? И отец нигде Отец в туре с Айра Смит Дэнни Дэвитто Да, полфильма уверен Что кто-то из Айра Смит Значит, трахнул его жену И при этом Ну, он остается нормальным чуваком Она просит у него принять роды Он говорит, нет, я не хочу Я тебя отправлю к своему другу И он хороший врач Она приходит, говорит Мне не нравится врач Он извращенец Я хочу, чтобы ты, мой бывший муж Из меня вытащил ребенка Которого мы пытались сделать 15 лет Но я залетела от левого чувака Ну, ты не можешь быть нормальным мужиком И вытащить из меня чужого ребенка Из своей бывшей жены С которой мы вместе построили дом В который я вхожу, сука, без стука Потому что у меня есть ключ И еще выебываюсь на то Каких друзей ты приводишь А он такой Я Дэнни Дэвид А ты думаешь, мне легко жить Я не карлик Я просто Дэнни Дэвид Я всегда смешной Это драматическая роль Я не могу играть драматическую роль Я же Дэнни Дэвид А ты забыла? У меня через год уже волосы Вот так будут торчать во все стороны Я буду еще более смешным Как пчела, блядь, из кривого зеркала Да, сцена секса с Дэнни Дэвид Интересно, вообще где-нибудь есть Хотя это в одном фильме Может, где-то дома на кассетах у Дэнни Дэвид Блин, ну ты, кстати, не прав, Диман Насчет того, что Кстати, Дэнни Дэвид Вообще, вот он Несмотря на то, что он комедийный персонаж На сто процентов Мне кажется, что он Вот из таких, типа, чисто комедийных персонажей Самый душевный Ну, то есть, короче, у него там трагедии Ну, то есть, вообще все считывается Ну, да Ну, вот он как Вот персонаж Вот этот канонический грустный клоун То есть, ты видишь, что Добрый Да, добрый Что он весельчак Ну, ты точно Знаешь, у него какая-то, ну, боль Пиздец внутри И пингвина В Бэтмене Он точно такого уже сыграл Когда ты Ну, он злодей Но ты прям сопереживаешь ему Лиза, нахуй ты в меня пальцем показала Когда сказала пингвин Ты сказала пингвин И показала на меня пальцем Я все Я, ты думаешь, я не заметил, блядь Мне видно весь ваш экран То, что я То, что я в компьютере Не означает, что можно Любую гадость говорить Да ты Ты хочешь показать вот эту картинку Где гримирует Где женщина, похожая на тебя Гримирует пингвина А мы покажем эту картинку Да, мы видим Уже ли они уже видели Да, да Ну, это мы выкладывали Но мы покажем Бля, ну это вообще угад Бля, Лиза, иди нахуй Ты же этот Второй вородец из один дома Ты куда? Второй вородец Вот что Уважно спросить Вы бы хотели, чтобы мужчины могли рожать? Как вы это воспринимаете? Я думаю, что это невероятно Это разрушит цивилизацию И все каноны Это вообще это То есть Смотри, я реально задумывался об этом Если Правильно я понимаю, что сейчас уже женщина может родить Без сперматозоида? Блин, я так понимаю, что нет Еще нет Ну или какой-то синтетический выявить Уже какая-то синтетическая Ну, короче, это все пока не Ну, мне кажется, нет Но мне кажется, это Не открытие, которое не сделает человечеству лучше Смешно, если они сделают это революционное изменение И все мужики такие Да я Мне это зачем? Просто Вова родил и все И больше, ну не один Нет, нет Просто родил и ушел из семьи Нет, давай так Будет много чуваков, которые почему-то не могут построить отношения Но в какой-то момент такие Окей, будем, наверное, рожать Мне вот что понравилось А ты почувствовал, Вов, как Лиза испугалась И начала нас отговаривать от идеи, чтобы мужчины рожали? Я не чувствую, что этот власть закончится, как только мы начнем рожать Мне кажется, что там где-то коллапс Вот этой системы Ну слушай Ну вот я вот чувствую, что Но нужны яйцеклетки В фильме они же взяли женскую яйцеклетку Поэтому, Лиза, не переживай Если мужчины начнут рожать Мы не все женщины исчезнут Мы некоторых будем держать вот так Прикованными, как доноров яйцеклеток Так что там останется место для женщин И просто сцеживать месячные Это уже просто для развлечения Целый город женщин прикованных Как в реке Морте Вот эта стена Блин, да, круто И у них получается, короче, понял У них синхронизируются циклы Из-за того, что они все вместе И раз в месяц, как в безумном Максе Когда открывали фонтаны с водой Только тут месячные начинают течь И люди бегут Насколько вы не готовы к материнству Что вам кажется, что месячные Они как-то помогают ребенку Ну что вы думаете Вы зачем-то хотите сцеживать месячные Нет-нет-нет, мы А-а-а, это уже Слушай, нет, это таицеклетки Которые уже Что-то там с ними не так Там нужно в другой момент Там нужно во время амуляции Точно вот на сколько мы не шарим Вот они, два гения Дима Колыбелкина Не-не-не, то есть И мы в этом трахаем эти месячные И такие Почему ничего не получается Не-не-не, Лиз, слушай Ну это ты думаешь это Нам нужна всего одна перебежица В багере женщин Которая нам приложение для цикла покажет И мы все узнаем про вас А мы можем клонировать одну яйцеклетку Мы можем клонировать одну идеальную какую-то яйцеклетку Идеальной женщине И потом от нее будут получаться И тогда все братья Не, это точно коллапс Это точно пиздец Да-да-да Но это коллапс на уровне того, что мы по-честному Я говорю, изменясь просто, чтобы реально мужчина родил Ну нужно изменить прям его характеристики Под характеристики те, которые нужны для Для того, чтобы воспитать еще потом ребенка Хорошо, значит это у нас Хорошо, тогда у нас полная земля феминных мужиков Ну типа того Такие все анимелаты Вот такие все чуваки Но при этом с членами накаченные Там работу ходят Но у них материнские инстинкции Я иногда испытываю Какие-то фантомные отцовские чувства И, но я всегда Ну то есть когда я думаю, что там вот У моего отца уже в моем возрасте был я И я думаю, было бы круто иметь ребенка Но это всегда пятилетний ребенок в моей мечте То есть самый уже, когда он прикольный Я уверена, что Я думаю, что это в тот момент Просто когда тебе скучно одному лего собирать Это вот такие моменты Меня когда спрашивают, хочу ли я родить Бля, я не хочу не рожать Ну то есть это То есть я вот сейчас Ну там живу такую жизнь Что я не могу прям Сказать, что я хочу родить Потому что у меня не выстроена жизнь так Чтобы вообще хотя бы сделать Жизнь ребенка даже счастливой То есть я, ну психически неустойчива У меня нету партнера С которым типа я вот могла бы Ну короче, чтобы я знала Что этот ребенок вырастет в крутой семье Да, короче, не чувствуешь гармонию Да, я пока не чувствую Но я хочу ее почувствовать И точно хочу родить ребенка Потому что это, по-моему Ну какой-то дикий кай Ну вообще все это вместе Вообще весь процесс Ну и плюс тупо Я вот эти месячные Всю жизнь Для чего терплю Да, блядь Реально Хоть чуть-чуть Хоть какая-то пауза, да Да, реально Просто Я понимаю Нет, ну даже не пауза Просто, знаешь, типа Месячные они для того Потому что у тебя есть эти децепты Я что просто так И сама можно было В 13 лет выбрать Отменить, выключить Да, реально Они такие Как в школе они живут Спрашивают, кем вы будете в будущем А также Ты child free или нет На весах месячные Или не месячные Ну там еще можно было Как-то Хотя бы ты не прожил эту жизнь Нацеленную на роды Ну да, окей А тут ты все равно в какой-то момент Ты понимаешь, что Да Встроенный механизм И прикольно было бы его использовать Лиз, на самом деле Я думаю, что до тебя тоже доебутся Потому что ты как бы тут уже Сейчас они напишут в комментариях Что рожать это больно И все такое Я не говорю, что Я не говорю, что это не больно рожать Я говорю, что Я бы хотела Я хочу, во-первых Я женщина Это уже Снимают какие-то Имеешь право теперь говорить И имею право сказать, что Я хочу ребенка Я не обесцениваю, что это не больно Я бы хотела, ну, испытать это все Вообще И боль, и кайф И вот я сказала вещь, которую я слышала Но от многих людей Вот эти все гормональные штуки Где это реально Тебе помогает просто пережить Все эти невзгоды Я не знаю, как это Ну да, организмы есть какие-то Наверное, встроенные механизмы Да, есть защитные механизмы Механизмы, да Которые позволяют это сделать Не каким-то адом Где одна женщина родила Сказала всем другим, что это пиздец И больше никто ни разу не родил Типа, и человек что вымерло Сразу же Нет, мы больше не будем Да, на этапе одна мы съем Вот все, они такие Одна случайно родила Блин, мне нравится, короче Концепция мира Где люди советуются С какой-то рожавшей женщиной Стоит ли им рожать Она такая Да, нет Но я вообще Лиза, я считаю, что я тоже имею право Высказываться Потому что Представителем моего вида Мы высиживаем яйца Пока вы Опутитесь там И все такое делаете Между прочим, да Лучший отцы И если как бы ребенка нет Я камень буду высиживать Лиза А я вот что Я все это время Вот пока мы обсуждаем Вов, я еще не понял А тебе не понравился фильм Беременый? Нет, наоборот Я же сказал Что на самом деле Нет Нет, мне не понравился Нет, хороший фильм Я наоборот С какой-то Теплотой По 90 По фильмам 90-х Его посмотрел Я с теплотой По хорошему Грамотному сценарию Посмотрел Именно комедийному Вот Какому-то, знаешь Чуть ли не каноническому То есть вот Это то, о чем Вот в истории На миллион долларов Рассказывалось То есть там все Вот эти правильные Приемы кинематографа Все использовано Каждую секунду Интересно смотреть Поэтому нет Я Я не против Этого фильма Вообще После того, как Фильм этот вышел Никто, по-моему Не писал Шварценеггеру Ты охуел Издеваться так, блядь И мы вообще Не так хромаем И розовое, блядь Платье свое Ебучее напялил Ты Мужик Этот Мужлан Сексист Сначала бы родил Потом бы снимался Блин, вообще Я счастлив Быть в этой точке Подкаста Мне нравится то, что Вова На подкаст Комики вроде в кино Принес женщин Блин Блин, но это было бы круто Потому что вопросов много к ним Еще вот, кстати, режиссер На самом деле режиссер фильма Айван Рейтман Он, короче, как будто Вот это все Он идеальный режиссер Чтобы снимать кино Для фильмов по СТС В 21.00 Потому что он снимал Еще фильм Близнецы Который, собственно, открыл Комедийный дуэт Шварценеггера И Дэнни Дэвид Он снимал Первую часть точно И, может быть, вторую Охотников за привидениями О, прикол То есть он вообще Клевый режиссер Вот этого лампового кино Я еще, короче Смотрел, когда Фильм Джуниор Я скачал ВХС Рип 3 на 4 С ВХСной кассеты С озвучкой Вот этой, которая на СТС была И я вообще прям Теплые ностальгические чувства Испытал по вот этому времени Когда В какой-то денек Тебе разрешили Родители посмотреть кино В 21.00 И попозже лечь спать Ну да Кино, типа, доброе Блин, ну, кстати Ну, этот фильм Знаете, что мне показало Ну, то есть там же куча Ну, то есть там куча условностей Вообще Все это выдумано Что уже, кстати В современный фильм Стараются избегать Типа вот таких Такого уровня условностей То есть это уже считается Моветоном В современном фильме Мне так нравится фантазия Просто, когда ты Что-то добавляешь Представляешь Что, если будет вот так И целая вселенная Выстраивается вокруг этого Не, это нормально Что если ты, типа То есть, короче То, что забеременел мужчина Это нормально Что есть некий препарат Чей состав мы не знаем Это, типа, нормально Там больше условностей Знаешь, что он условно Из всех яйцеклеток, блядь Они взяли вот именно Джуниор Потом он решил Что он хочет назвать Своего ребенка Джуниор Да И потому что есть Некая магическая связь Между вот яйцеклеткой Ну, как бы мать, ребенок Они все чувствуют Там же про это Потом, типа, оказалось Что это, типа, яйцеклетка Вот женщины Ну, сейчас условно Вот избегают уже таких вещей А раньше такой фильм Ну, регулярно было Вообще Ну, вот это как будто Считалось каноном То есть, когда все Все логично заканчивается Да, да, да Когда вся справедливость В конце восстановлена Да, еще сплетено между собой Когда все плохие получили Попиздюлей Все хорошие получили То, что они хотели И вот эта вот классическая Вот эта вот схема Того самого героя Да, ну, да Но ты смотришь этот фильм И он такой, как бы Все примитивно из-за этого Из-за того, что Коу Ренсон Все примитивно И шутки вроде примитивны И столько недолерантной Типа повестки Которую сейчас Так сильно критикуют Но ты это смотришь И просто из-за того, что Из-за того, что добрый вайб Ну, я не знаю Ну, так не хватает Я реально То есть, я увидела Ну, то есть, я давно не видела Добрых фильмов просто Вот, что Ты вот его посмотрела Два часа И у тебя внутри Никакая-то эмоция Которую хотел вызвать У тебя режиссер Типа А просто тебе добра Да, добра и забавно Вот Я не могу сказать, что это угар Но это, типа, забавно смотреть Просто это легкое, приятное При этом на серьезную тему кино Получается, да? В общем Да, но мне вот Единственное, что мне показалось Как бы, что Видно, что этот фильм Из девяностых Из-за того, что Он как бы заявляет проблему А прям серьезного-серьезного Высказывания там нету Но это скорее в плюс для меня Фильм То есть, заебали фильмы Высказывания То есть, круто просто Даже обознать Такую-то острую тему И внутри нее поугарать Не обязательно Возможно, высказывание Был вот этот вот момент Где он увидел Двух взрослых женщин в теле Я такой жирный И было высказывание Что-то плохое Но это же высказывание Ну да Ну вот с Джуниор С Джуниор Мне еще, кстати, понравилось Что он как бы Весь фильм говорит Что хочет назвать Ребенка Джуниор Потому что это И женское, и мужское имя И эта девчонка Эмма Томпсон Назвала яйцеклетку Джуниор И в конце рождается ребенок И они такие Как мы его назовем? И они говорят Джуниор И оба радуются Я думал, что Я такой А какие Ну не было же Других вариантов Вы оба одинаково Хотели назвать ребенка И назвали его так Как оба хотели Олег Блин, а есть же русский фильм Да, где Есть же русский фильм Где мужик беременеет Этот Кто там В Дюжев Ну там они чисто же Пересняли этот фильм Он прям даже взяли Визуально человека И там тоже низкий А там тоже есть На Девита похожий чувак А, бля Как мы не подумали Михаил Галустян А, Галустян Логично Два с половиной из десяти Два с половиной из десяти На МДБ 4.10 Что говорит, что Американцы лучше Схавали эту хуйню Я у тебя, Вова, еще хотел спросить А если бы Вот ты думал Когда Что Если бы ты выбирал фильм Который ты прям ненавидишь Какие у тебя были Блин, я бы мог сказать Но на самом деле Скорее всего Давай, я сейчас, да Проговорю Какие-то фильмы Которые я не люблю И мне приходили Они в голову И я такой Ну это как Пинать лежачего Это Это что-то Что не любят все И все знают Что это Херня Хорошо, вот так вот Я мог бы Два часа Хуйсосить Марвел И Эл бы Меня ненавидел За это Эл бы Вот если бы Посадили Эл Который бы Эл защищал Марвел А я бы хуйсосил Марвел Это был Ну в общем И мне, да Я устал от супергеройской Вселенной Очень сильно И я каждый Знаешь Я вот хочу рассказать момент Я смотрел Какой-то, блядь Вот мы опять пошли Эл такой Вышло что-то Мстители Мегавселенная Я не помню Где они все, короче Все супергерои И во-первых Нахуй Там есть Железный человек Там есть Бог с топором Там есть Который там Ну реально Божество Тор Тор И там Сука Есть меткий лучник Идите нахуй Блядь Меткий лучник И они с ним общаются На равных Типа Прикрой меня Блядь Ты у тебя острый глаз И ты Ну и они Они в какой-то И там какой-то замес Еще Я вот еще Помню Что я сижу В кинотеатре Все смотрят Там замес Все дерутся Какая-то массовая драка И в какой-то момент Один из героев Кричит Стив Где Стив И я начинаю Угорать Потому что Для меня Стив Это Хорек Из интернета Который вот так орет Стив 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 И я сижу И я вообще Я не ебу Кто из них Стив Понимаешь Возможно Этот чувак Сука Походу Потом оказался Стив Это капитан Америка Что ли Да 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 Извините Извините Вот Я все супергеройское Не Не Все На Бэтм Мне нравился Нолановский Бэтмен Вообще Бертоновский Самый Казатый Бертоновский Другой Тоже О Еще могу Отхуесосить Шумахеровского Бэтмена О С сосками С бэтсосками Это пиздец Там есть бэтсоски Фильм Начинается С того Что Бэтмен Врывается Там какое-то Какое-то преступление Типа делается Что-то происходит Бэтмен Врывается В какой-то склад Где стоят Огромные Манекены Динозавров И он По гигантскому По диплодоку По шее Диплодока Спускается Вот так вот Скользит До самого Хвоста Диплодока И первая Фраза Которую Говорит Главный Герой В этом Фильме Он спрыгивает Что можно Что можно В кино Взрывать И светиться И вот Весь фильм Это какая-то Блядь Иллюминация А не Кино Но кстати Вов Заметь Там Арнольд Шварценеггер Тоже в роли Ученого Может быть Ты просто Хочешь Разбирать Фильмы Где Шварценеггер Не качок Потому что Он идет Против своей Натуры Может быть Мне это нравится Ну да Ученый Который Заморозил Да Кстати Прикольный Персонаж Шварценеггера Кстати Тоже Опять Что-то Замораживают И ученые То есть Это много Пересечений То есть Это нужно Сделать Подборка Фильмов Где Арнольд Шварценеггер Ученый Что-то Замораживает Жену Яйцеклетку Но заморозив Жену Он яйцеклетки Заморозил Так что Это возможно Вольный ремейк От Шумахера У него умерла Жена Он что-то Пытается Ну короче Он не просто Холодный Да Доктор Фриз Ладно Вот еще А что бы ты посоветовал Вместо Джуниор То есть Я понимаю Что тут Достаточно Нестандартная ситуация Что тебе нравится Фильм Но тогда Может не вместо А вместе с Джуниор Вот вы посмотрели Джуниор Вам понравилось Тогда посмотрите еще Если Ну Если вам нравятся Штуки из 90-х Ну нет Ну Блин Ну С таким же настроением Матильда С Дэнни Дэ Витта Тоже Это почему-то Из моего детства Там про девочку Которая умела Что-то крутить Она умела Телекинез В общем Помогла И это вот тоже Такое С таким же настроением Вот ты правильно Как будто Режиссер рассказал Айван Райтман Да Вот все его фильмы Они вот все С таким настроением Но по мне Из той эпохи Все самое лучшее Это Братья Цукеры Ооо Аэроплан Да Я периодически Пересматриваю Голый пистолет И я периодически Вот эта сцена Самой первой Когда на лодке Мафия собирается Там сидит мафия Все со стволами Какая-то в общем Встреча От каких-то наркодилеров И там крадется полицейский По этой лодке Он крадется Курадется И он слышит Что за дверью Значит обсуждают мафию Показывают мафию Которая там сидит За столом Что-то там Я не знаю Фишки Может какие-то Играют Они в казино Я не помню Что И в общем Он смотрит на напарника Кивают друг к другу И он с ноги Вышибает дверь Но он не вышибает дверь А проламывает Ногой просто дверь И нога оказывается В комнате А он оказывается Наруже И вся мафия Просто поворачивается Человек начинает Вытаскивать ногу Не знаю Вот это первый Гаг-фильм Я такой Намного круче Привет Я Бэтман Ладно Это просто Завнить Блин А ты знаешь Что короче В мае по-моему Мы смотрели Короче Кирилл Селедей Арендовал Маленький кинотеатр На Новослободской Который новое искусство Или что-то такое И мы там У нас человек 15 было Может быть И мы смотрели Аэроплан На большом экране Аэроплан Это так охуенно Это моё Очень мне нравится Вот это Я выбрал не то время Чтобы перестать нюхать Для меня это вообще Ещё Горячие головы Вот Вот по мне Вот это вот Тупые клёвые Гэговые комедии Супер гэговые Супер плотные Вот это То что Как будто Стало типа эпоха И больше никогда Этого никто не снимал То есть комедии Эволюционировали во что-то Это стало называться Тупым американским юмором У нас Ну вот реально В России В какой-то момент Это стало называться Тупым американским юмором Этого стало много Появились какие-то режиссёры Которые пытаются Делать похожее Но при этом Это вообще не так смешно И как будто Умер вот этот вот Жанр Я не знаю Я не помню То есть мне кажется В нулевых уже Таких фильмов не было Всё В нулевых пошли Романтические комедии Где берут красавчика И все поняли Что Короче надо На женскую аудиторию Продавать Да-да-да Блин тогда Слушай У меня тогда есть Совет фильма Вот который Подхватывает твоё Это фильм Причём 2007 года И он называется Хот Рот Или Лихач И там играет Энди Сэмбер Главную роль И Который из Бруклин 99 И этого И там ещё Дэнни Макбрайт И Билл Хейдер Там куча вообще Комедийных актёров И это короче Комедия про чувака Который мечтал Стать каскадёром Который на мотоциклах Всякие трюки делает Я помню И вот это Из 2007 года Супер тупая комедия С гэгами Типа там есть гэг Где он с мотоцикла Вылетает И летит с обрыва И это просто Сцена минуты две Идёт Как он просто Вот так вот Ебошится Со скалы Это вообще Очень смешное кино И тоже оно доброе И вот прям По-хорошему Дурацкое Ну и Мафия ещё Очень классная Причём Я как-то специально Один раз посмотрел подряд Сначала посмотрел Казино А я посмотрел В самолёте Казино Потому что оно было А потом посмотрел Мафию Просто уже Когда прилетел Куда-то И вот Мне очень понравилось Как Когда ты Она смешная Мафия смешная И не зная оригинал Но зная оригинал Как будто В два раза больше гэгов В два раза плотнее Ну и Я не знаю Но из того времени Вот так вот Долгое время Мне очень нравилась Маска Которую Ну мне кажется Это типа Фильм который Я не знаю ни одного человека Который бы сказал Что маска говно Ну да Маска Реально нету Ни одного человека Не встречал Который такой Мне не понравилось Поэтому это наверное Что-то такое Лиза Ты что посоветовала Я бы посоветовала Джуна Но Джуна Это по принципу беременности Я советую Да Не ну просто Это же Джуна Супер клёвый фильм Вы же наверное видели Ну стопудово Где девушка Где подросток забеременела Нет Да-да Нет там Там короче этот Скотт Пилигрим Который Майкл Сера И Эллен Пейдж Которая сейчас Эллиот Пейдж Да И она Это вообще супер Трогательный фильм Про беременность Вообще Это я помню Что я То есть я этот фильм Люблю всю свою жизнь Вот такой Я его не так давно Пересматривала И он вообще Ну очень клёвый Проблемы Вот это не комедия Джуно Джуно Окей Я не видел Это типа Знаешь какое Это подростковое кино Новой волны Как вот Король Стейтен Айленда Какой-нибудь Которые как бы Уже не дурацкие А показывают Что подростки Такие же люди Это вот про 17-летнюю Беременную девчонку Но это хорошее кино Я согласен Ой я сейчас вспомнил Прелесть Прэшес по-моему Назывался фильм В Я не знаю Лет 5 назад 10 Я не помню Он что-то на Оскар номинировался Там большая Крупная Полная актриса Афроамериканская И у неё Ей 17 Она беременна И у неё спит Вот там какой-то Такой вот Вау О тогда Короче я советую Тогда ещё Фильм Палиндром Я просто вспомнил Я просто вспомнил Я советую Жёстко Фильм Палиндром Лиза Мы с тобой Смотрели Помнишь Добро пожаловать В кукольный дом Фильм Вот Это типа От этого же режиссёра От Тодда Солонза Это мягкое продолжение И это фильм Про маленькую девочку 13-летнюю Которая считает Что только беременность И рождение ребёнка Сделает её счастливой Обратная ситуация Да Но если что Это типа Хорошее кино Но там жёстко То есть там есть Секс с детьми 13-летними Ой Но при этом Это не чернуха И не всё такое Вот рецензия Которая описывает Этот фильм Хороший ли это фильм Да Должен ли Тодд Солонс Сидеть в тюрьме За этот фильм Тоже да Вот такая была рецензия Где-то Но это хорошее кино Я его переводил Оно у меня есть В телеграм-канале Мы ссылку наверное Кинем в описании Как вырулил Да сука Да Но это вообще Тодд Солонс Вообще крутой режиссёр И это легенда Типа Андеграунд Американского Вот реально Который типа Андеграундный режиссёр Остров проклятых Я единственное хочу сказать Я нигде не говорил Я просто вахую был От острова проклятых Это единственный фильм Который я посмотрел Посидел 10 минут И заново посмотрел Ооо О, круто Блин, это вообще Супер приятное чувство И мне оба раза Очень было интересно И я вот Для меня это тоже Вот Скорсезе Да-да-да Короче, я такой А-а-а-а-а-а-а-а-а Я смотря этот фильм Понял, почему Короче, он крутой Почему его имя Так много Потому что он Он именно Историю Рассказывает Простыми Классическими Кинематографическими Вот Какими-то приёмами И эту историю Супер интересно Смотреть Всегда И, короче Я не знаю Ну вот Остров проклятых Наверное, у меня В топ-3 Любимых фильмах В 100% Спасибо большое Вову, что пришёл Вообще Вообще было очень ударно Спасибо, что позвали Давайте, если что-нибудь Херовое посмотрю Тоже вам расскажу Да, люди в комментариях Помните, что мы всё-таки шутим Надо Я думаю, что уже все Кто до этого момента досмотрел Можно им сказать Мы всё время угорали Я нет Всё, спасибо большое Приходите на концерт Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok